Трагедия произошла в Рязани в декабре прошлого года. В доме у женщины, работавшей дворником, собрались друзья. Все они были давно знакомы, компания выпивала. На бытовой почве произошла ссора. Женщина в очередной раз стала избивать своего сожителя. Интересные повреждения причинены были как руками и обутыми ногами, так и напильником металлическим. В ходе следствия обвиняемая неоднократно меняла свои показания от полной непричастности к совершению преступления до выдвижения версии о том, что данные интересные повреждения погибшие причинили себе сам в результате неосторожного падения. Избитого мужчину оставили лежать на полу и пошли за спиртным. Утром выяснилось, что он не подает признаков жизни. Женщина свою вину в убийстве отрицала. Она несколько раз меняла показания. Говорила, что сожитель пришел избитым домой. Потом, что он подрался с собутыльником. В ходе расследования все эти версии отработаны и подтверждений не нашли. На месте преступления были взяты смывы, которые показали наличие крови погибшего. А это значит, убийство произошло в этой квартире. Установить орудие убийства, которым причинили колото-резанные раны, удалось благодаря показаниям свидетеля. Как выяснилось, во время приступа гнева женщина схватила за напильник, которым закрывали дверь. Обвиняемая была достаточно властной женщиной, умеющая командовать. И погибший фактически находился у нее в полном подчинении, безвольно. Более того, установлено, что она до этого неоднократно причиняла ему телесные повреждения, то есть фактически избивала его. Женщине предъявлено обвинение по статье «Умышленные причинения тяжкого вреда здоровья», повлекшие по неосторожности смерти и грозит срок до 15 лет лишения свободы.